Разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промахиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильце, сделала сметанный замес. Покажите мне ваш основной, это сметанный замес. Вот он, вот он, сметанный замес. Основной цвет, ну в общем-то небо дает всему настроение здесь. В небе явно розовый. В небе явно, можно даже бирюзовый взять, будет тоже фиолетовый, там есть зеленца. Полностью избавиться от белого, полностью, полностью. То есть вот этим настроением неба, которое не будет сразу таким же ровно, оно будет потом дополниться нами. Но сначала какой-то рабочий цвет бросить на холст. Краски примерно столько. Краски примерно столько, чтобы потом вот этим инструментом, придавливая, мы получили, нам было что придавить. Хорошо? Вот такое примерно количество краски. Когда есть что придавить, это уже какой-то хороший плодородный слой. Если его мало, придавить нечего, хотя вроде бы тоже закрашено. Можно заполнить? Да. Почему на сухой пол? Почему мы не поливаем? А потому что нам нужна достаточно вязкая ситуация на холсте. Когда нам нужна акварельная ситуация, мы тогда поливаем. В разных ситуациях, по-разному ведем себя. Давай так. Маловато. Маловато. Удвоить вещества. Собственно, опять же, мера. Посмотри, нечем крыть. Нечем удвоить. Хорошо. Коричневый, розовый. И вот эти вот темноты. Причем, смотри, что я делаю. Как я делаю этот набор. Лежачая кисть, лохматенько, уложить. 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 Чисто как цветной. Что добавить? Коричневый, красный. Чуть легкую голубоватость, можно даже вот эту голубоватость, добавив к воде. Все чуть подгрязнишь. Сделенцой голубоватость. Когда мы все это выполним. То есть и сюда голубоватость придет, теневая. В тех местах, где у нас... Ну, здесь, понятно, мы придавим пока. Придавим. Потом еще добавим цветовых. Но сейчас мы не будем, мы относительно этих пятен добавим цвет сюда. Потому что, если мы сейчас будем искать этот цвет здесь, пытаться его дать, нам нечего будет отталкиваться. А так, другие цветовые и тоновые дадут нам некоторое понимание вот этих цветов. Ну, как бы, будет больше ясно. Когда у нас появятся тени, вот эти. Потому что именно относительно их это удобнее сделать. Потом в тех местах, где у нас архитектура, прогоним красочку. Прогоним красочку. Возьмем без разжижения белиться, желтильце чуть-чуть розовелится. И вот эту солнечность начнем укладывать. Доразмешаем. Не так полосато уложим. Доразмешаем. И потом в ней малейший звук и элементы архитектуры. Правда? Да. Прямо порисуем мастичник. На вашу колечку, наверное, раз 15 сантиметров, а на один-то мелочный. Вот эти настроения по подлозу. Вот эти настроения. Там у них часто кривой характер этих палок. Обозначить его. Но есть здоровые. Зерем у них напряженка. Вы уже жарите? с усадкой. Нормально. Отвратительные пятна. Затереть их пальцем. Чистым пальцем затереть. Мы же договорились не делать круглую макушку. Ну посмотри на картинку. Ты же на картинку даже не посмотрела. Если бы смотрела на картинку, тебе бы даже если бы ты не знала, ты бы увидела. Ух ты, там торчит. Тут торчит. И торчат они вот такими лоскутками. А не кругляшком. Плохое дело деревья рисовать кругляшком. Очень плохо. Поэтому научаемся делать ну хоть какой-то зигзаг. Ладно? Соединить его. У меня все равно хорошо не получится. Соедините. тенистое. Прозевала ты. Прозевала. Потом оно. Уже пошло.